Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале на котором вы всегда найдете что посмотреть по танкам. Как только что-то появляется в продаже или появляется какая-то новость, я сразу выхожу в эфир. Ну в этом случае пришлось немножко подождать, приблизительно где-то минут 40, пока наконец-то товары в магазине появились. Все это связано с обновлениями, которые сейчас разработчики вводят на серваках. Ну а на продаже у нас появился объект 3 топора, он же объект 777-2, который вы можете купить себе либо в составе набора за 25 тысяч голды, либо можете взять его себе практически в голом состоянии. Почему практически? Потому что вам здесь дают еще открытое все оборудование. И да, это действительно экономия где-то 3,5 миллионов серебром, что вам в принципе немало, но разница всего лишь 2,5 тысячи голды. Почему я говорю всего лишь? Потому что за эти 2,5 тысячи золота разницы вы получаете себе по 25 разных эпических бустеров, вы получаете себе целых 30 дней прем-аккаунта, которые действительно являются на сегодняшний день ценностью в нашей игре, вы получаете x5 в количестве целых 25 штук, которые реализовав сможете вполне спокойно, не кисло пополнить себе свой элитный опыт экипажа и не только. Но и плюс к тому, ребят, вы получаете еще целых 10 мистических контейнеров. Короче говоря, 2,5 тысячи, как мне кажется, этого однозначно стоит. Чего стоит объект 777? Этот товарищ не является имбой, это однозначно. Но что-то прикольное и интересное в машине однозначно есть. Мне очень нравится орудие в данной тачке. Единственное, что меня всегда смущал, угол склонения орудия вниз минус 6. Типично советский угол склонения орудия, к которому, если вы играли на советской технике много, привыкать не придется. А вот если вы не играли на СССР, то, соответственно, вам будет в первое время в край дискомфортом. Также стоит отметить, что имбовая броня у машины находится в башне. То есть, когда вы смотрите вот так вот прямо на своего соперника, действительно очень все круто, все красное. Ну и здесь куча всякой приведенки, комбашен, каких-то ярко выделенных нет. Плюс к тому низенький силуэтик, короче говоря, можно неплохо прятаться за какими-то небольшими укрытиями. Ну и в целом, ребят, если будете стоять за небольшим укрытием, будете прятать вот эту вот картонную переднюю часть, которая прошивается всеми и всегда. Ну да, иногда бывают какие-то рандомные рикошеты, если попадают вот сюда вот в этот стык между верхним бронелистом и передним. Нижним бронелистом я его, ребят, назвать не могу. Он расположен под таким углом, что только передним язык его и называется. Что могу сказать в отношении подвижности по машине? Не сильно классно. Вперед 45, назад 12. Откатываться назад после выстрела очень сложно и в основном в тебя прилетает в ответ, то есть ты не успеваешь нормально спрятаться, уйдя на перезарядку. Так или иначе, считаю за необходимое приобрести себе данную машину в коллекцию, поскольку у меня ее нет. И я не могу сказать, что я гонялся за объектом, но в то же время он входит у меня в перечень тех машин, которыми было бы неплохо обзавестись. Не путайте, пожалуйста, с перечнем мастхева, который однозначно должен быть в ангаре, по крайней мере, по моему скромному мнению. Ну что, покупаем. И, кстати, будем сразу сейчас открывать мистические контейнеры. Если мне оттуда что-то упадет, ну тогда получается, что я машину взял себе существенно дешевле. Под термином «что-то мне упадет» я имею в виду, если я достану оттуда какую-нибудь либо машину, отсутствующую у меня в ангаре, либо коллекционку, за которую получу компенсацию. Покатаемся с вами на объекте. Буквально через пару минут на основном аккаунте делать это не буду. Перейду на пресс, там, где тачка полностью настроена, для того, чтобы не терять время на приведение ее в божеский вид и установку всего необходимого. Итак, 10 контейнеров. У меня есть 11 из 15 необходимых для того, чтобы открыть контейнер второго уровня. То есть, в любом случае, открою даже не 10 контейнеров, а 11. Один из них будет с увеличенным шансом выпадения мистического сертификата. Так, с первого конта лизнули пятку. Ну, второй контейнер. Ну, дай мистик мне. Дай мне немножко дешевле объекта забрать себе в коллекцию. Три контейнера. Полный ноль. Ну, не прямо. Окей, хорошо. Мистический контейнер второго уровня. Открываем. Спасибо большое тому, кто только что подписался на канал. 100 голды! Ух ты, блин! Вот это я поднял, ребят. Поднял так поднял. Слушайте, мне объект получился дешевле на 100 золота. Вот так вот. Следующий контейнер. Три косаря. Три косаря, ребята! Неплохо. Получается, что я уже на 3000 дешевле себе этот данный наборчик приобрел. Нормальненько. Нормально. Нет, ну, мистик, конечно, меня бы больше устроил. Но кто его знает, что из мистика выпало бы. Выпадет какая-нибудь шестерка премиумная с компенсацией серебром. Потому что она у меня есть. И все. Голема големовая. Ну, вот так, ребят. Пополнил свою копилку дней према. Которую растрачу однозначно, когда стартанет ивентик на слив ресурсов. Ну, и, в принципе, 300 вернул назад в копилку. В целом, считаю, что открылся довольно неплохо и могло быть, понятное дело, существенно хуже. Переходим на пресс-аккаунт и выкатываем объекта в реальный бой. Так, ребят. Пресс-аккаунт. На пресс-аккаунте данная машина у меня уже полностью снаряжена всем необходимым. Покажу вам кратенько технические характеристики. С учетом установленного оборудования мы имеем следующие показатели по орудию. Время сведения приятное. 3,3, разброс вполне себе комфортный. Урон целых 3000 заявленных. Но я бы не сказал, что он прям всегда реализуем. Ну, просто потому что, если вы подставите свой нижний бронелист или борта, то вас очень быстро разберут и на этом ваша игра закончится. Время перезарядки. Типичное, нормальное для десяток коллекционных 8,5 секунд. В целом комфортно, приятно, удобно. Пробитие 250 более чем достаточно. Ну и средний урон в 430 единиц, которые вы накидываете через каждые 8,5 секунд. Это тоже действительно интересно. Ну и, соответственно, угол склонения орудия никуда не делся. Минус 6, который является не самым комфортным. По двигателю, с учетом того, что особо тут ничего не улучшишь, ну, время, как он там правильно называется, господи, средняя скорость у нас типа улучшается, но незаметно. Хотя, в принципе, на маневренность я себе и поставил. Короче говоря, по двигателю особо ничего не прочувствуете разницы. Здесь как было 12 назад, так и есть. А 45 вперед это нормальная типичная скорость для тяжа. Хотя порой действительно не хватает. Я не говорю о том, что апать скорость движения вперед имеет смысл, но вот апать скорость назад у этой тачки однозначно смысл есть. Когда это разработчики сделают и сделают ли вообще, неизвестно, но было бы неплохо, чтобы они все-таки это услышали, ну и, соответственно, исправили. Ну что, берем тачку и поехали посмотрим, на что она способна. Итак, ребят, погнали. Не самая удачная карта мне попалась. Здесь связано это с тем, что угла склонения орудия у меня нет, а каких-нибудь укрытий, за которыми можно спрятать нижнюю часть машины, то есть нижний этот бронелист, и отыгрывать от башни тоже особо не найдешь. Поэтому на городских картах, безусловно, играть на объекте гораздо комфортнее. Попытаюсь сделать то, что получится. Приложу максимум усилий, ну а там посмотрим, глядишь, может, союзники еще неплохо отыграют. И будет победа. Если победы не будет, в любом случае, вырезать данное видео не собираюсь. Я имею в виду данную катку, и не собираюсь показывать вам более красивую. Показываю все таким, какая она есть на самом деле. По времени перезарядки, как вы видите, я уже перезарядился. По времени сведения. Крайне комфортно, приятно. Сейчас покажу еще раз. Значит, приехали, остановились, получили в дыню, свелись, дали на отмашь, ну и, соответственно, нанесли урон. Вот в такой проекции в жизни меня никто нормально не проковыряет. В отношении пробития, если вдруг не хватает базового, то заряжаете голду, будет вам счастье. Сразу хори становится абсолютно серого для меня цвета. Ну и в целом, позволяет закинуть в него урон. В отношении подвижности. Машина едет вперед не сильно быстро, и отчасти, можно даже сказать, уныло. Но в то же время, когда вы раскачегарите ее, то достаточно для того, чтобы перемещаться по карте. А вот откатиться назад действительно проблема. И когда вы делаете выстрел, то откатиться, не получив обратно плюху, а порой даже с пробитием, если вам попали в нижний бронелист, ну, действительно очень сложно, и это очень большая редкость. Мне лично танчик нравится. В нем есть что-то прикольное, что-то нестандартное. Да, в нем есть что-то от советских дедов, от этого не спрячешься, но все-таки не настолько, не настолько он замусоленный дед советский, как многие другие машины. То есть это явно не типичный какой-то ИС, на котором вас ждет одинаковый унылый геймплей. Так, куда? Куда, куда, куда? Там добрали. Ну, поехали. Поехали, что ли, вместе со всеми. Так. Ну, давай, чуть-чуть назад откатись и получи тычку. Давай, 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 давай. Не хочет. Не хочет бабаха получать. Ну, я бы это, в принципе, тоже не хотел. Но обидно. Хотелось бы все-таки ей сразу накинуть, только откатиться. Но она упрямо стоит на месте. Осталось двое соперников. Особо много урона я не набросал. Так. По точности на дальних расстояниях. Ну, вот вам сведение. Вот вам точность. Четко, посередине прицела залетает снаряд и происходит это довольно часто. А вот сейчас отыграла броня, которая в машине есть. Которая есть, как я говорил, сверху. И благодаря тому, что я находился в такой, ну, впадинка-не впадинка, но легкий выступ все-таки был. И, соответственно, выцелить не получалось меня. Благодаря этому я получаю непробитие именно по верхней части. Погнали разбирать суперконя. Сейчас, правда, еще Яга подъедет. Все, короче, помогут и мне не дадут нормально понакидывать в него. Но попытаемся. Не хочется включать адреналин для того, чтобы не тратить серу, чтобы потом было проще посмотреть на результаты боя в отношении фарма серебра. Ну, вот так, короче, бой прошел, ребята. Ни одного фрага я сделать не успел, но так или иначе при первой же возможности я откидывал снаряды и таким образом, мне кажется, победу все-таки приближал. Было с моей стороны несколько, конечно, косячков в отношении качества игры, но с учетом того, что я абсолютно типичный, стандартный, среднестатистический танкист, а не киберспортсмен, у меня получили следующие результаты. 2830 единиц урона, знак классности третьей степени. В отношении фарма серебра не для фарма тачка однозначно. Вы, если собираетесь покупать ее для того, чтобы серу зарабатывать, то сразу гоните эти мысли от себя, и этот танк вам однозначно не нужен. Берите восьмерки премиумные с хорошим коэффициентом фарма, потому что здесь, ребят, как вы видите, если бы прем-аккаунта не было, я бы просто находился в нуле. Но это с учетом того, что пополнение боекомплекта у меня заняло 21 тысячу с копейками. Если вы всем этим баловаться не будете, ну окей, хорошо, будете в легком плюсе, но все равно это не профарм однозначно. Ну и что можно сказать про результативность машины в разрезе нашей команды. Я лично считаю, что результаты неплохие. Я буквально на каких-то 70 единиц урона отстал от СТБ первого, который занял первое место в нашей команде по урону. Ну и с учетом этого занимаю прямое второе место в тиме, чему в принципе рад. Мне лично понравилось, да и катку я не могу назвать особо сложной. Главное стоит помнить о том, что нижняя часть вашей тачки должна быть постоянно чем-то прикрыта, ну и не становиться бортом. А еще стоит помнить о том, что если вы становитесь вот так вот ромбом, то здесь приведенка обалденная в бортину прошивать не будут, но вот здесь серая зона, в которую бить будут. И даже если орудие вот так будет стоять, то часть вот эта будет видна. Ну а если будете вот так стоять, то здесь существенно в башне меньше приведенка. И вот сюда вот в серую зону вот эту тоже могут набрасывать. Поэтому если ромбуете, не отворачивайте орудие. Смотрите прямо на своего соперника. Вот такой вот он объект 777-2 и покупать или не покупать себе три топора простите, решать однозначно вам. Ну а мое дело показать вам тачку такой, какая она есть на самом деле. Я побежал снимать следующее видео специально для вас, а вы, если за честность автора, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик для того, чтобы не пропускать видео. Нам с вами, ребят, однозначно по пути. Мира вам, друзья мои, ну и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.